нашла возле подъезда вот такое каланхоя перистой в очень ужасном состоянии посмотрите как выглядит растение люди его выбросили вот такой длинный ствол изветвленный здесь еще что-то сидела тоже какое-то растение она уже засохла а вот каланхоя вот в таком состоянии оказалось возле подъезда моего дома него стало жаль его забрала к себе на нем даже вот есть маленькие деточки на листиках бесценное растение для человеческого организма сейчас я буду его омолаживать и пересаживать и первое что я сделаю я укорочу ему этот ужасный длинный ствол здесь наверное около метра голого ствола вот с такими воздушными корнями по всему стволу то есть за ним никто не смотрел и в такое ужасное состояние превратилось растение впервые вижу каланхоя вот в таком виде первое что сделаю я отрежу ему ствол таким образом с помощью обрезки мы омолаживаем растения я вот сняла с листиков детки они растут на кончиках если эти детки высеть поверхностно хороший качественный субстрат и поливать поливизатором то из каждой этой деточки вырастет новое растение но для ускорения процесса для омоложения растения и получения более здоровых крепких растений мы будем обрезать старый ствол я отрезала основную макушку с листьями от вот этого ужасного длинного ствола кланхоя здесь имеет воздушные корни и вот этот довольно таки большой кусок я разделю на три части его у меня будет три растения то есть я вот вот здесь отрежу где воздушные корни и вот эту макушку я тоже срежу вот таким образом я разделила старое растение на три такие части на двух частях у меня есть воздушные корни вот посмотрите и макушка у меня без воздушных корней вот так она выглядит довольно таки в плачевном состоянии но каланхоя довольно таки неприхотливое растение она быстро приживется и нарастет прекрасные здоровые листья я подготовила горшок с грунтом на дно у меня уложен керамзит для лучшего дренажа теперь вот такие вот черенки и каланхоя вот этим срезом я опускаю в корневин вот таким образом либо другой стимулятор образования корней делаю неглубокую лунку самом цветочном горшке и опускаю вот этот черенок до вот этого расстояния чтобы воздушные корни у нас оказались земле я поместила в один горшок два вот таких вот черенка сейчас они выглядят не очень красиво но со временем когда растение даст корни вот из этих мест вырастут новые отростки это растение очень неприхотливая не хорошо переносит вот такую вот обрезку и обложение таким способом каланхоя не любит прямых солнечных лучей а также жарких подоконников поэтому я поставлю его на окно северной стороны где мало света и довольно таки прохладно и буду ждать когда он оживет это прекрасное чудовище а вот эти крошечные маленькие детки которые я сорвала с листьев готовила вот такую баночку обычную насыпала туда земли увлажнилась пуль и разложу по поверхности почвы я буду брызгать их из пульверизатора они сами укоренятся и поднимутся и таким образом у меня будут новые молодые растения